Продолжаем урок. Предыдущий урок оказался не самым понятным. Мы прописали много переменных, но никак их не использовали. От этого урок получился ненаглядным. Но нам нужно было прописать эти переменные. Сегодня мы их использовать не будем. Пока оставим их как кусочек пазла, которые в будущем найдут свое место в уроках. А сегодня рассмотрим следующий кусочек пазла. Мы напишем код, который будет менять внешний вид кнопки, в зависимости от выбранного инструмента. Мы уже в прошлых уроках указали в коде, что на макете есть кнопка, TextView, еще кнопка. Также есть CardView и их целых 5. Мы указали путь к ним по идентификатору. И теперь можем работать с ними в Java коде. Но у нас на макете есть еще компоненты, которые мы здесь не прописали. Это контейнеры, отвечающие за стиль CardView. И внутри каждого CardView есть TextView с названием инструмента. Если инструмент выбран, это название черного цвета. Если инструмент не выбран, то белого цвета. Также есть TextView с ценой инструмента. Если инструмент выбран, то этот TextView отображает зеленый текст selected, то есть выбрано. Если инструмент еще не куплен, то отображается желтый текст цены. А если инструмент был уже куплен, но не выбран, то там TextView ничего не отображает. И хотелось бы, чтобы все это выполнялось отдельно от основного кода. Поэтому будем писать внутренний класс, который будет заниматься только этим. То есть отвечать за внешний вид этих кнопок. Именно из-за этого, планируя урок, я и выделил написание кода внутреннего класса в отдельный урок. Получается наш код, оформленный в виде нового класса, будет вспомогательным для главного класса. Посмотрите, откуда начнем писать код. Вот у нас главный класс. Начинается с открывающейся фигурной скобки и заканчивается закрывающейся фигурной скобкой. Внутри этих скобок нам и нужно написать новый класс. Также внутри главного класса есть главный метод. Он тоже начинается открывающейся фигурной скобкой и заканчивается закрывающейся фигурной скобкой. Вот между этими двумя последними фигурными скобками мы начнем писать внутренний класс. Добавим комментарий, чтобы не запутаться. Внутренний класс – начало, внутренний класс – конец. Класс – innerClass. Все, создали внутренний класс. А теперь здесь пропишем все ID, о которых говорилось в начале урока. Это те ID, которые мы в прошлый раз не прописали. Мы их сберегли для внутреннего класса. LinearLayout – ToolA Style – FindViewById – R.ID.ToolA Style. И это же нужно сделать для каждого контейнера. Теперь с контейнерами можно будет работать через переменные. У каждого контейнера своя переменная. Дальше мы пропишем путь к вот этим TextView. TextViewToolTxtA – FindViewById – R.ID.ToolTxtA. И такой же код нужно написать для каждой TextView. А теперь пропишем путь вот к этим TextView. TextViewSelectedA – FindViewById – R.ID.SelectedA. А теперь поместим во внутренний класс метод. Этот метод и будет делать всю красоту на экране. В следующем уроке заполним этот метод кодом. Ст immersive по кодеме. Стивное питание по кодом. Продолжение следует...